В Самаре чествовали лучших огнеборцев в преддверии Дня работников пожарной охраны. По традиции, почтили память погибших коллег, возложили цветы к памятнику российскому спасателю. 28 отличившихся получили награды. В торжественной церемонии прили участие около 600 сотрудников чрезвычайного ведомства. А те, кто каждый день побеждает стихию, сюжет Марии Акимовой. Покорить стихию можно. Вот уже на протяжении 15 лет Сергей Кононенко доказывает это не словом, а делом. Пожарному вручают медаль за отвагу. В прошлом году в поселке Кашпер, неподалеку от Сызрани, горели три дома. Несмотря на сильный ветер, главную задачу – не допустить распространения огня. Выполнили. Невозможно было подъехать. С разных сторон тушение производилось от одного автомобиля с насосом повышенной мощности. Остальные машины уже подвозили воду туда. То есть личный состав пребывающий рассредотачивался на территории, не сомневался в выборе своей профессии. Чувство гордости очень большое, что руководство отметило. И сегодня вот вручают такую почетную награду. Чествуют всех, кто отличился на службе. Повод – 368-я годовщина со дня образования пожарной охраны. В торжественном мероприятии приняли участие личный состав главного управления МЧС России по Самарской области и ветераны пожарной охраны. Всего больше 600 человек. Гарнизон пожарной охраны – пример для подражания и другим силовым структурам. Правительство Самарской области и впредь будет оказывать поддержку гарнизону пожарной охраны. Это и в строительстве новых пожарных депо, развитие пожарной охраны. В частности, мы будем делать все, чтобы построить пожарное депо в чемпионату мира. По традиции возложили цветы к скульптурной композиции российскому спасателю и подвели итоги года минувшего. Для чрезвычайного ведомства 2016-й стал знаковым, ведь он был объявлен годом пожарной охраны. Нам удалось в первую очередь снизить количество пожаров. Это совместная работа личного состава подразделений надзорной деятельности, руководителей муниципальных образований. И самое главное, нам удалось снизить количество погибших на пожарах. Это говорит о том, что профилактическая работа поставлена, и она дает свои результаты. Кроме того, идет модернизация техники и вооружения в пожарных подразделениях. Благодаря современному оборудованию огнеборцы смогут справиться даже с самыми сложными пожарами на территории региона. Мария Акимова, Тимур Набиев, Новости губернии.